Всем здравствуйте! Вы на канале Сантехника 52 и недавно я вам показывал, что находится внутри тройников. Как крепятся резьбы, за счет чего они держатся. Это был очень короткий ролик и я почему-то стал настолько жадный, что мне стало жаль выкинуть эту заготовку и решил, а что можно вдруг, если использовать повторно. Предположим, мы из тройников все удалили, сдали на латунь, а эти используем еще. И для этого я заготовил несколько почти одинаковых заготовок, только разница в том, что сама трубка производителя разной, например валтек армированный, капластик армированный, рвк простой не армированный и еще две трубки. Я их попробую сейчас вварить, мы опрессуем, если у нас все удается, это будет круто. Получается, что мы убиваем двух зайцев и зарабатываем на латуне и опять же используем как тройники. Давайте попробуем, что с этого выйдет. Просто я вам сейчас покажу, что же это за заготовка. Сюда вот даже она влазит, проскальзывает очень и очень легко. Вот таким образом она проскальзывает просто супер легко. И у нас идет как бы стыковое плавление муфты и части тройника. Он у нас уже в опытах был, еще повторно. Как говорится повторение, мать заиканье. Получилась у меня заготовка следующего вида. Трубки через муфты вваренные в использованные тройники в бушные. И уж такая ситуация пришла, что не хочу я расходовать данный кран, если я навариваю муфту, то получается, что потом уже больше с ним я ничего не сделаю. Поэтому я решил, сейчас я просто встык делаю, привариваю в стык и заглушку также привариваем в стык. Вот уж такой жадный. Это мы повторяем пройденный материал. Перед тем, как начать опрессовывать, вот смотрите, у меня здесь была закручена муфта, и ведь правильно говорят, что полипропиленовые муфты их нельзя закручивать на лен. Видите, она у меня подтекала, поэтому эту полипропиленовую муфту я решил закрутить на рекордную нить. Попробуем на нить. Нить намотал, сейчас я сюда полипропиленовую муфту заверну, чтобы никто не мог придраться, что я что-то не делаю не так. Я же все правильно делаю, тут ни в одних ошибок не допущено во всей конструкции. Заверну на нитку, от руки даже закручивается. Полипропиленовая муфта с резьбой. А теперь опрессовываем данного гражданина. Набор начался. Два бара. Четыре. Шесть. Семь бар. Нифига себе. Так, температура при которой производим все действия у нас 16 градусов. При 16 градусах температура воды нынче понижается немножко, вон 14 градусов. Ух ты нихрена, в себе. Смотрите какое давление. Почти 8 бар что-то у нас. Это закрываем. 8 бар. 10 бар. 12 бар. 14. И дико стравливается. Очень сильно происходит. Нет, мне показалось что очень сильно. Заглушки, просто я здесь резиночки поставил, чтобы не заморачиваться. Ну пока держит, действительно муфта держит резьбовая. Эх, мать ее, сглазил ребят, опять потекла. А уже лен из-под нижнего стыка потек. Ладно, потом перекрутим. 16 бар. Сильно потекла. 16 бар. Закрываем манометр. 20 бар. 20 бар. Треск имеется. 25 бар. 30 бар. Из-под муфты на льне потекло. А нить сухая. Закроем, чтобы не травило. 35 бар. Ох, ребята, вообще треск какой-то жуткий. 40 бар. 45 бар. Один стык у нас не выдержал. Хреново мы его заплавили. На 45 бар побежал. Ну что я могу подвести итог к тому, что получилось. У нас немножко сорвалось, почти к 45 барам подошло и одна из муфт, наверное, которую я и говорил, что здесь чуть-чуть не проварилась, а может быть я и не говорил, но все равно чуть-чуть не проварилась и у нас разошлась. Поэтому такой метод нам использовать очень опасно, тем более если у вас в домовой системе порядка 45 бар давления, поэтому я бы вас предостерег немножко. Если у вас один бар, два бара, пять бар, я думаю, что вполне возможно на холодной воде, но не точно. Пока остается загадкой, можно ли два дела сразу убить и сдать на латунь и использовать тройники повторно. К сожалению, наука пока не может ответить вам на этот вопрос точно. Все, пока, до скорых встреч. Эту штучку я зачиню, потому что она нужна мне в следующем опыте. Пока!